Привет, друзья! Канал реализации законного права. Как отразить в бухгалтерии полученную гуманитарку? Друзья, гуманитарную помощь получили медикаменты, перевязочные материалы, средства для дезинфекции, детское питание, подгузники. Документов гуманитарной помощи нет. Нужно ли полученные активы ставить на учет? Если да, то как это правильно сделать? Итак, гуманитарная помощь носит обязательный целевой характер, поэтому учитывать ее следует в составе целевого финансирования. Второе. Для учета целевого финансирования предусмотрен счет 48 целевое финансирование и целевые поступления. Третье. Если ЗОС КНП не является плательщиком НДС, то полученную гуманитарную помощь, как правило, отражают на субсчете 484. Если КНП является плательщиком НДС, то применять для этого субсчет 483. Друзья, мы сейчас живем с вами в условиях военного времени, но при этом важно понимать и знать свои права. Также рекомендую фиксировать военные преступления Российской Федерации. Военные преступления – это действия, связанные с применением, причинением смерти или ранения гражданскому населению, уничтожением или незаконным захватом гражданского имущества, а также нарушением прав военнопленных. Военные преступления не имеют срока давности и на международном уровне они принадлежат к юрисдикции Международного уголовного суда. Преступники должны ответить за свои деяния по всей строгости закона. Также, уважаемые соотечественники из Украины, если у вас есть вопросы по международной временной защите или беженству, это приобретение, прекращение, изменение страны, консультации по трудоустройству, студенчеству, материальной помощи, миграции в 150 странах мира, это Европа, Южная и Северная Америка, Австралия, Азия, возвращение на Украину, предоставление правовых разъяснений по трудовому праву, это увольнение, назначение, отпускание, вопросы по заработной оплате, по налоговому праву, это уплаты налогов, предоставление правовых разъяснений по военному положению и мобилизации в Украине, по защите детей, по защите инвалидов, оказание правовых разъяснений по гуманитарной помощи, по IT-деятельности для фрилансеров, предоставление правовых разъяснений, предупреждение и право действия буллингу, травли, проявлением насилия. Можете обращаться за разъяснениями по правовым аспектам или подписывайтесь на YouTube-канал «Реализация законного права», где я объясняю юриспруденцию простым языком для повышения грамотности населения. Видео сопровождается готовыми к применению рекомендациями, ссылками на действующее национальное, то есть украинское или иностранное законодательство. И увидимся с вами, друзья, в следующем видео.